Кулинарная программа А блюдо это считается преимущественно германским Сегодня повар-кафе «Цезарь» Александр Рябов приготовит запеченные куриные рулеты с беконом и овощами в сливочно-гребном соусе Полезные свойства и калорийность блюда прокомментирует врач-диетолог Елена Петрова Дегустируем, говорим о вкусах и предпочтениях заместителем главы администрации Губкинского по экономике Натальей Красной Александр, добрый день! Блюдо сегодняшнего выпуска – куриный рулет Расскажите, как его приготовить и что будет в качестве начинки? Добрый день! Для куриного рулета нам понадобится, соответственно, сама курица Болгарский перец, спаржа, незаменимые приправы соль, перец, бекон и сыр Из каких этапов будет состоять приготовление? Я думаю, в три этапа мы справимся Это, соответственно, формировка самого рулета, сматывание его, запекание А здесь у вас еще грибы А для чего грибы? Это будет тоже начинка? Грибы мы используем в качестве сливочного соуса для нашего рулета Это блюдо подойдет в качестве второго или в качестве закуски? Это практически универсальное блюдо В качестве второго очень хорошо подходит Даже когда он остынет, уже, получается, его можно использовать как в качестве закуски Судя по ингредиентам, я думаю, блюдо достаточно питательное О полезных свойствах и калорийности его нам расскажет врач-диетолог Основа данного блюда является куриное филе Мы немножко пару слов скажем о нем Куриное филе, калорийность, если брать в сыром виде, порядка 110 калорий В отварном виде 170 калорий и в жареном уже 210 калорий Калорийность данного блюда, учитывая составляющие компоненты его, 310 калорий на 100 грамм Белое куриное филе или белое мясо может составлять основу рациона любого человека Учитывая низкую калорийность, в сравнении с альтернативными видами мяса и птицы, достаточно низкая Поэтому может составлять также основу диетического питания Также данный вид мяса очень питательный за счет большого количества белка и низкого содержания жира Практически не содержит углеводов Использовать для приготовления лучше всего охлажденные виды мяса Запекание также подойдет для диетического питания А калорийность запеченного блюда, запеченного филе будет зависеть так же, как и нашего блюда От используемых ингредиентов, которые используются в процессе приготовления То есть в нашем блюде составляющая рулета бекон, спаржа и перец Также политый сливочным соусом с грибами Можно его видоизменить То есть не использовать для людей, которые имеют избыточную массу тела Не использовать бекон Использовать вместо, допустим, сливок, сливочного масла Можно использовать сметану, либо обезжиренный йогурт натуральный С низким содержанием жира Можно использовать также, ну, здесь используются овощи Я думаю, что наиболее оптимальный состав Который имеет низкую калорийность, богат микроэлементами и хорошо в усвоении Для того, чтобы приготовить куриный рулет Чтобы не испачкать ничего Ни себя, ни окружающих Мы используем пищевую пленку Надрезаем грудинку Практически напополам Выкладываем И отбиваем Желательно не рвать ее Иначе у нас будет не очень красивый рулет Сейчас перевернем И повторяем процедуру Аккуратненько выкладываем Со второй грудинкой поступаем абсолютно так же Надрезаем И отбиваем Затем мы посыпаем специями Соль, перец Для того, чтобы нам Выложить начинку Чтобы рулет был Так сказать, яркий Красочный Такой, не побоюсь этого слова Весенний Аккуратненько выкладываем По всему периметру Немного сыра И формируем рулетик Слегка подтягиваем его И со вторым проделываем Точно такую же процедуру Посыпаем сыром В домашних условиях Можно использовать для начинки Абсолютно все На что способна ваша фантазия Желательно, чтобы он был такой потуже Чтобы в дальнейшем Когда мы будем его нарезать Он не смог развалиться Берем фольгу Для того, чтобы наш рулет не прилип Мы смажем Малую область Где он будет прилегать К фольге Смажем сливочным маслом Затем берем наш рулет И вынимаем его Из пищевой пленки На фольгу Таким же образом сворачиваем Получаем такую вот Замечательную в виде конфеты Заготовку на наш рулет Теперь мы отправляем наши рулеты В духовку На 15 минут 200 градусов Мясные рулеты широко распространены В Швейцарии, Чехии и Польше Истинно европейское блюдо Сначала обжаривали А затем тушили в бульоне Или пряном мясном соусе В чешской кухне, например, в рулете Должно быть несколько видов мяса Чем больше, тем лучше Вообще, в разных странах мира Существуют свои варианты рулетов Например, азиатские роллы Блюда из риса с начинкой Свернутая в трубочку Те же самые рулеты Мясные рулеты Можно закреплять зубочистками Шпажками Или перетягивать нитками В них заворачивают самую разную начинку Грибы, сыр, яйца, овощи, морепродукты Особую популярность Получили куриные рулетики с сыром За их нежный, пикантный вкус В Российскую империю Как и все европейское Это блюдо попало во времена Правления Петра I Поданная с различными винами Эта закуска стала излюбленной Среди светских особ Стоит сказать, что первые блюда Похожие на рулеты Были исключительно мясными Их готовили еще в Древней Индии, Египте И Междуречье А вот сладкие бисквитные рулеты Впервые появились в конце 19 века Во Франции Столь любимый нами рулет с маком Считается изобретением украинской кухни Сегодня для рулетов, которые подают на десерт В виде начинки Также используют сладкие крема Варенье, орехи Пока готовится наш рулет Мы отправимся на кухню И приготовим соус К нашему замечательному рулету Для того, чтобы приготовить соус для наших рулетов Мы нарезаем шампиньоны Здесь нарезка будет не очень важна Ставим сковороду Наливаем масло И на раскаленное масло Мы бросаем наши грибы Обжариваем наши шампиньончики Затем мы добавим Немножко слива Соль, перец по вкусу Для пикантности Мы добавим зеленую Вводим сливки Добавляем зеленый лук Слегка подсаливаем И все Ждем, когда сливки загустеют На что вот готов Прошло 15 минут Наш рулет готов Аккуратно его разворачиваем Сейчас мы его аккуратно нарежем И подадим На украшение у нас пойдет Перо зеленого лука Вот такие рулеты у нас получились Очень красиво и аппетитно выглядят А вот какие они на вкус Мы узнаем с нашей гостьей программы Приятного аппетита Спасибо вам за приготовление рулетов И за участие в нашей программе Наталья Викторовна, добрый день Очень рада вас приветствовать В нашей кулинарной программе Дело вкуса Сегодня основное блюдо Это куриный рулет И нам предстоит его попробовать Здравствуйте Я тоже рада участвовать В вашей программе И готова к дегустации данного блюда Приятного аппетита Спасибо Какое интересное оформление Наталья Викторовна, как вам на вкус? На мой взгляд, очень интересное сочетание начинки и самого рулета Курица получилась очень нежной Я думаю, что за счет бекона он придает некоторую сочность курице И сочетание с овощами, мне кажется, это самое лучшее сочетание Здесь в качестве дополнения сливочно-грибной соус Как вам соус? Мне очень нравится грибной соус Мне кажется, он подходит вообще к любым блюдам Не только к курице, но и к мясу И к овощам То есть это идеальный такой компонент Который дополняет вкус Делает его насыщенным И действительно очень приятным Блюдо, на мой взгляд, очень необычное А как вы думаете, в качестве обеда Либо какого приема пищи подойдет это блюдо? Ну вот с учетом оформления, мне кажется, оно подойдет даже к какому-то праздничному банкету или ужину Но, конечно, по легкости приготовления его можно использовать и в обеденное время То есть оно довольно-таки сытное Приятное на вкус И на обед я бы его тоже с удовольствием съела Даля Викторовна, а в целом в своем рационе Что вы обычно используете? Мясо, рыбу, птицу? Семья у нас такая полноценная Мужчины, конечно, предпочитают мясо Стараемся, конечно, разнообразить свое питание Это и курица, и свинина Очень любят свинину запеченную Не говоря уже о шашлыках Честно говоря, я лично люблю морепродукты То есть я свою жизнь не представляю без рыбы Также, я не знаю, креветки, миди Все вот эти сочетания морепродуктов Я очень люблю и обожаю Готова, мне кажется, есть непрерывно При современном темпе жизни и нагрузке в работе Удается ли самой готовить? Да, я готовлю сама Готовлю и завтраки, обеды, и ужины Тут никуда не уйти от роли жены и мамы И хозяйки в доме А любимое блюдо у вас есть? Собственного приготовления? Очень нравятся блины Либо какие-то запеченные пироги и торты Сегодня очень многие уделяют внимание Здоровому образу жизни, в том числе и питанию Как вы думаете, в чем заключается правильное питание? Я считаю, это действительно правильное сочетание продуктов То есть вот мясо с овощами Если это макароны, то, наверное, с сыром Вот в этом и заключается правильное питание Ну а самое главное – тратить нашу энергию И заниматься все-таки физическими нагрузками Тогда любое питание пойдет в пользу А вы насколько придерживаетесь здорового образа жизни? Я стараюсь Но на самом деле ритм жизни не всегда позволяет Мне кажется, нашему городу очень повезло, что у нас очень мало фастфудов И наши дети, и мы вот на бегу не балуемся этой вредной пищей А все-таки мы бежим домой, едим горячие обеды То есть это помогает Зачастую вредную еду любят подростки А вот своим детям вы прививаете правила здорового питания? Ну вы знаете, все равно от нее никуда не уйти Выезжая в отпуск в большие города Мы, конечно, посещаем эти кафе нездорового питания И стараюсь, конечно, объяснять, что это вредно То есть дети с детства должны привыкать к здоровому образу жизни И понимать, что вредно, что полезно А внимание спорту уделяют? Обязательно Обязательно у меня младший сын посещает футбольную секцию Но дочь уже в силу возраста, она, конечно же, под трендом живет Она следит, считает калории Поэтому наша семья следит за модой И участвует в здоровом питании и здоровом образе жизни Наталья Викторовна, с вами было очень интересно побеседовать Спасибо вам за участие в нашей программе Желаем всегда вести здоровый образ жизни И отлично выглядеть, как вы сейчас выглядите Спасибо большое, было очень вкусно На этом, уважаемый телезритель, наш выпуск завершается Берите новый кулинарный рецепт на заметку Следите за рационом вашего питания И смотрите нас на телеканале Вектор До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»